Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Эфир телеканала РЕН продолжает новости Анапы. Регион в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Благодательный огонь в Анапе. По просьбе атамана кубанского казачьего войска спецрейсом его доставили в Краснодарский край. Ниссанкуром единым Анапа может стать площадкой для обмена опытом в агропромышленном секторе. В новом составе, но с прежней волей к победе. Открытие футбольного сезона Анапский клуб отметил блестящей игрой. В Первомайском шествии приняли участие более 10 тысяч анапчан. Студенты и школьники, спортсмены, артисты, работники муниципальных, краевых и федеральных структур, а также предприятия города-курорта прошли по улицам Крымской и Астраханской на Театральную площадь. Колонна проследовала от городской администрации по улицам Крымской и Астраханской на Театральную площадь. На трибуне глава города Сергей Сергеев, депутаты, почетные граждане города, а также участники Великой Отечественной войны. По оценке муниципальных властей в шествии приняли участие порядка 10 тысяч человек. В колонне школа номер 4 около 200 ребят, примерно половина от общего числа учащихся средних и старших классов. Настроение прекрасное, радостное, хорошее, такое светлое, день хороший и такой двойной праздник. Поэтому и ребята пришли, знаете, все какие-то такие, с удовольствием пришли. Тимур Бабаев, студент сельскохозяйственного техникума, учится на Камещика. Занял второе место на краевых соревнованиях молодых профессионалов WorldSkills. Настроение отличное, труд, май. Сегодня после соревнований чувствую себя уже настоящим трудящимся человеком. В праздничной колонне идут руководители и коллективы ведущих учреждений культуры города и района, преподаватели школ искусств. Всем творческим людям Анапы наше восхищение и дружное первомайское ура! Нарядными и праздничными были все колонны, однако артисты и многие спортсмены постарались добавить в шествие дополнительную динамику. Бронзовый призер чемпионата мира по боксу среди студентов, победители и призеры Первенской СССР и России. Макар с шести лет занимается карате. Говорит, что ходит на Первомай каждый год, потому что нравится атмосфера. Хороший день сегодня. Сегодня еще Пасха. Христос воскресенье. Глава города Сергей Сергеев, поздравляя напчан, отметил, что в нынешний Первомай совпали важнейший православный праздник и светский – символ единства, радости и созидания. По его словам, оба праздника несут по сути одни ценности – это любовь и понимание в семьях, душевная крепость, трудолюбие и милосердие. Светлый праздник Пасха отмечался православными христианами в минувшее воскресенье. Во всех храмах прошли праздничные богослужения. В этом году специальным рейсом из Юросалима по просьбе атамана кубанского казачьего войска Николая Далуды в Краснодар доставили благодатный огонь от гроба Господня. А уже стараниями анапского казачьего общества он был привезен в наш город. Все верующие могли зажечь лампаду от благодатного огня в храме Ануфрия Великого. После четырехчасового богослужения и пасхального благовеста пришедшие в храм верующие смогли сказать долгожданное «Христос воскресе». И к другим темам экономика города-курорта Анапа, основанная на развитии объектов санаторно-курортной отрасли, является собой регион, динамично развивающий агропромышленное производство, в котором немало предприятий малого бизнеса, на базе которых можно смело проводить краевые совещания по обмен опытом. Таков вывод рабочей группы депутатов ЗСК по результатам двухдневной работы. На краевой научно-практической конференции по укреплению финансово-экономических основ муниципальных образований можно смело делиться опытом работы молочного завода в станице Джигинской, считают участники рабочей группы ЗСК. Знакомясь с предприятием и оценивая его продукцию, заместитель председателя комитета ЗСК по вопросам местного самоуправления Александр Шустенков, председатель комитета ЗСК Николай Денисов, заместитель министра экономики Андрей Полей и специалисты краевых управлений отметили высокое качество продукции и степень организации процесса переработки. У такого завода, имеющего свою собственную ферму, есть перспективы переработки в день до 7 тонн молока. Мы не зря приехали для того, чтобы действительно, с одной стороны, критически аналитическую работу провести, но и вселить уверенность людям, что не зря аналитика эта произошла, итоги конференции, рекомендации, которые будут опубликованы и разосланы, они работали на человека. По-настоящему впечатлил депутата в размах работ по закладке интенсивного сада в УПХ Анапа. Настоящие профессионалы начали эту масштабную работу с мощного гетеротехнического сооружения. Все 500 гектаров будущего нового сада на капельном рошении. Оно нуждается в идеально точном технологическом оборудовании. Оно и в самом деле работает как часы. Несмотря на то, что интенсивный сад на Кубани все еще считается инновационной технологией, грандиозный проект реализуется не без участия ручного труда. Человеческого труда вложено очень много. То есть, первоначально саженец закапывается вручную, потом притаптывается, дальше механически окучивается, дальше происходит второе притаптывание. Главная составляющая этого бизнеса – саженцы – обеспечивает около 80% коммерческого успеха. Тот факт, что однолетки с кроной к небаум или цветущая ветвь плодоносит уже в год посадки, позволяет максимально быстро завоевать рынок и обеспечить наивысшую прибыль. И это, безусловно, поражает. Как и то, что разбивка сада осуществлена с помощью спутниковой системы. На одном гектаре размещается 3570 саженцев. Знаменитые сорта яблок – фуджи, женевы и редьюни – ВПХ Анапа попробуют уже в этом году. С удовлетворением рабочая группа ЗСК отметила и размах работы анапских виноделов по созданию уникального агротуристического кластера. Алексей Скляров, создатель винодельни «Кантина», будет проводить экскурсии по садам и завершать их в зале с современной фреской. Владимир Багиян показал особенности своего подворья, где можно восхититься виноградными грозьями, подвязанными на арочных перголах и отдохнуть с семьей у пруда. Так что у комиссии ЗСК есть серьезные предложения по созданию здесь аграрно-туристического кластера. Я считаю, что те 6 километров, на территории которых находятся уже 6 готовых к сегодняшнему году, готовых объектов агротуризма, дам сделать агрокластер. Сегодня, я думаю, что с этим будут согласны первые лица нашего края. На центральном рынке на улице Красно-Зеленых уже год как нет стихийного рынка, а есть широкий чистый тротуар. Долгожданное спокойствие для жителей дома номер 7 – комфорт для прохожих, а для руководителя управления муниципального контроля – уголовное дело. Неожиданную оценку действиям сотрудника администрации дали правоохранители. Кто хочет вернуть незаконные торговые точки на улице города? Мы вспомнили, как это было. Рыба в газетах, колбаса, сало на жаре. Тут же белье и халаты. И торговля с земли. До поры контролирующим ведомствам и правоохранительным органам не было интересно, что тут происходит. А местные жители писали обращения в администрацию. Не желаем такого соседства. У нас ведь там даже трава не растет. Все буквально вытоптано. Углы дома превратили в туалеты. Они же вот тут как приходят. А самое главное, безобразие всегда бывает после торговли. Вот оставляют. Тут еще вот эти бабки, что торговали всегда с земли. Все ящики со свалки, все у нас под деревьями. И вот этот беспорядок, вы знаете, действовал на нервы. Ведь хочется тоже же лучшего. Сотрудники управления торговли практически ежедневно писали протоколы, увещевали и разгоняли перекупщиков с краснозеленых. Полиции, видно, не было. Они не занимаются торговлей. А если это незаконный сбор платы с тех, кто занимает своими коробами, прилавками, тротуары и проезжую часть? Скажите, пожалуйста, сколько составляет арендная плата рынку? Сколько вы платите за лето? За то, что вы здесь торгуете? Ну, я каждый месяц плачу. Сколько платите? 10 тысяч. 10 тысяч в месяц? Спасибо. Фактам незаконных договорных отношений администрации рынка и перекупщиков никто не дал оценку до сих пор. А вот тем, кто наводил тут порядок, их работа стоила уголовного дела. Главу курорта во время рабочего объезда анапчане уверяют, не нужен тут стихийный рынок. Вот на вот этом промежутке еще стояли, здесь не было этих стеллажей, а здесь стояли стеллажи. И торговали цветами. Цветы убирали на ночь, а ночью здесь спали бомжи. Я же, это моя территория, я прохожу сюда, да, спали там это. И на утро оставались здесь распитые бутылки. Здесь никто же после 12 ночи здесь никто не контролировал. Так и хочется спросить, а как же антитеррор? Под любой прилавок, брошенный на ночь, можно спрятать все, что угодно. Избирательный подход в обеспечении безопасности и защиты людей. Предупреждали, писали протоколы, но на это никто внимания не обращает. Меня другой вопрос интересует. Если вы в отношении Варты Ваняна возбудили уголовное дело, почему вы не возбуждаете в отношении директора рынка, который обелечивал людей, брал деньги. Они же сами об этом говорят. И у нас есть договор с рынком. У этого торгующего есть договор с рынком, чтобы ему предоставляется место. Он мошенническим путем предоставлял здесь муниципальную землю и получал деньги в кассу рынка. Это как понимать? Почему этому никто оценку не дает? Где же казачество ходило? И участковые ходили, и они мимо все это проходили. Вот они вам двойные и тройные стандарты. И приходят от этих же силовиков и просят, дайте место, мы будем торговать огурцами и помидорами, наши ставники. Дайте место, мы будем там чучхелой торговать, кафе открывать, еще что-то. Не будет этого, будет порядок. И санитарный порядок в том числе. Мы заходим в сезон. Безопасность наших жителей и гостей должна быть первостепенной задачей. Двойные стандарты неприемлемы. Депутат Государственной Думы Иван Демченко с рабочим визитом побывал в Анапе. Объехал ряд объектов и, главное, смотрел бассейн спортшколы Виктории, который нуждается в капитальном ремонте. Напомним, на встрече с активом города-курорта парламентарий пообещал, он возьмет на себя львиную часть расходов на реконструкцию жизненно важного объекта. Финансирование начнется уже в мае текущего года. Ну вот видите, вот эта вот вся обводка, которая осталась еще вот. Вот это вот старье, вот это же вся вот эта железная. Здесь у нас, во-первых, не действует и система залива, заливание через систему пожарных тур. Ну, короче, здесь надо полностью принять все. Система перелива воды и подачи воды надо менять полностью. Депутат Госдумы Иван Демченко осматривает коммуникации и фундамент бассейна Виктория. Около года здесь нет воды, потому что владелец соседнего участка начал земляные работы в непосредственной близости от стены и фундамента спортивного сооружения. Эксперты говорят, что фактически получился подкоп. Летом прошлого года Анапский суд запретил строительство на прилегающем к бассейну участке. Теперь нужно укреплять конструкцию здания и ремонтировать коммуникации. Администрация города оплатила проектные работы. Мы совместно с главой вопрос этот уже отработали Сергею Павловичем. Финансирование я вам обеспечу городу, Анапчанам, уже с 10 мая. Я так думаю, что мы постараемся к 1 сентября. Но если не успеем, это будет 1 октября. Я думаю, это тоже будет хорошо. По крайней мере, по срокам, по всем. До 1 октября мы должны уложиться. Как пояснил Демченко, на встрече с коллективом спортивного объекта из специального негосударственного фонда на ремонт поступит порядка 10 миллионов рублей. По расчетам парламентария еще около 6 миллионов потребуется привлечь из муниципального бюджета. Депутат отметил, что сегодня из-за объективных экономических сложностей подобные задачи можно решать только командой. С муниципальной властью складываются конструктивные отношения, добавил парламентарий. Все ходили у нас на местах сегодня. Губернатор порядочный, глава нормальный, президент сильный. Понимаете, в чем дело? Но надо работать им, чтобы потихоньку двигаться дальше. Депутатский округ Демченко включает Крымск, Абинск и Славянск на Кубани. Не так давно к нему добавили Темрюк и Анапу. Иван Демченко на встрече с анапчанами гарантировал, он готов заниматься социально значимыми вопросами. Традиционно в канун главного праздника нашей страны Дня Победы Молодежный совет курорта при поддержке Совета молодых депутатов проводит акцию «Без прошлого нет будущего». Активисты поздравляют ветеранов Анапы, вручают памятные подарки. Акция проходит с 3 по 6 мая. Присоединиться к ней могут все желающие. Для этого нужно сообщить о своем намерении по телефонам, указанным на экране. И в продолжение темы. Завтра исполняется 5 лет со дня присвоения нашему городу-курорту звания «Город воинской славы». Поздравление для всех анапчан от участников вручения в Кремле этого почетного звания. Путь к городу воинской славы был непрост. Это, как сказал президент, вручая грамоту городу, что это заслуга всех поколений анапчан. Потому что неизвестно, это мы от себя говорим, каким бы был юг России, если бы в свое время казаки Гудовича не взяли турецкую крепость Анапа. Это гость прескновения, торговые пути, судоходство. Все Россия всегда боролась за северное и восточное побережье Черного моря, чтобы осуществлять мирное судоходство. Мы благодарны руководству города, что в 2008 году руководство города и депутатский корпус нас поддержало. Мы благодарны руководству края и законодательному собранию края, они тоже нас поддержали. И когда приехала рабочая группа Российского комитета «Победа», мы смогли им показать город воинской славы в том облике, какой он есть. Показали, как у нас содержатся места захоронений. Нам очень помогло управление по делам молодежи, город Мир. Мы где-то в 21 час закончили работу в Анапском городском совете ветеранов. И рабочая группа сказала, мы не решаем окончательно. Мы главковерхом докладываем, там решают. И последнюю точку после решения комитета победы ставит президент. Мы благодарны руководству страны, что оценен подвиг всех поколений анапчан. Но мы думаем, что президент, когда вручал грамоту, сказал, в городе воинской славы должно комфортно трудиться и комфортно отдыхаться. Я думаю, что молодое поколение это должно учесть. И все делать для того, чтобы город воинской славы был гордостью всех поколений, которые будут идти за нами, которые будут впереди. Ну а молодежи хочется пожелать мирного неба, успехов. И если им где-то придется, только на учебных картах, планшетах совершать по местам боевой славы походы. Ну а так здоровья, успехов, мира, любви, счастья. Дорогие анапчане! Прошло пять лет с того времени, когда нашему любимому городу, городу Анапа, присвоено звание «Город воинской славы». Я ветеран Великой Отечественной войны. От всей души вас поздравляю с этим великим событием. Будьте все здоровы и счастливы. Я хотел бы, чтобы наш город был не только городом, как ныне, курортом, лечебницей, но и городом в будущем, городом большой культуры. Уважаемые анапчане! У каждого города есть своя история. И ровно пять лет тому назад состоялось великое историческое событие для нашего города. В Москве, в Кремле, в Екатеринском зале торжественно была вручена президентом страны Медведевым грамота, грамота Анапа «Город воинской славы». С большим удовольствием хочу всех анапчан поздравить и пожелать всем благополучия, великих свершений и всегда оставаться верными традициям города воинской славы. С праздником, с юбилеем! А мы напоминаем, что завтра в честь праздника, пятилетия, присвоения Анапе звания «Город воинской славы» на курорте пройдет ряд мероприятий. В 9 часов во всех школах состоится единая торжественная линейка с участием ветеранов Великой Отечественной войны. В 10 часов возле памятников военной истории состоится патриотическая акция «Вахта памяти». Продолжат празднование в 20 часов торжественное мероприятие «Немеркнущая слава» и концерт творческих коллективов возле стелы. А в 21 час в честь города воинской славы небо над Анапой озарит праздничный фейерверк. И к другим темам. Почти 800 литров фальсифицированной алкогольной продукции изъяли анапские полицейские в ходе очередного рейда. Нелегалы организовали торговлю спиртным практически у входа в детский лагерь. На курорте суррогату объявлена настоящая война. Ежедневно по поручению главы Анапы Сергея Сергеева ведется мониторинг розничных магазинов, кафе и точек общепита. Туда, где сотрудники управления торговли выявляют нарушения, вызывают полицию для оформления протоколов и изъятия незаконного товара. Только с начала года из незаконного оборота изъято более полутора тысяч литров суррогата. В качестве примера могу привести следующее. 15.04.2016 года в магазине продукты, расположенном в поселке Сукон, находящемся на расстоянии менее 100 метров. До входа на территорию детского оздоровительного лагеря «Электрон» индивидуальный предприниматель осуществлял розничную продажу пива и напитков, изготавленных на его основе. Сотрудниками отдела исполнения административного законодательства, отдела МВД России по городу Анапе проведена проверка, по итогам которой в отношении предпринимателя составлен протокол административного правонарушения по части 3 статьи 14.16 кодекса об административных правонарушениях. Материал направлен в суд для принятия мер воздействия данного предпринимателю. Алкогольная продукция помещена на хранение в специализированное столовское помещение до принятия решения судом. Праздник открытия футбольного сезона в Анапе ознаменовался победой нашей команды. Наш клуб в минувшие выходные принимал на стадионе «Спартак» команду «Черноморец Д» из Новороссийска. Открывающая сезон игра стала первой в цикле соревнований на кубок губернатора Кубани. Со знаменательным событием всех болельщиков и поклонников спорта от имени главы Анапы Сергея Сергеева, поздравил его заместитель Сергей Козлов, отметивший, что на курорте ведется значительная работа по развитию физкультуры и спорта. Также он рассказал, что в преддверии чемпионата мира по футболу на территории муниципалитета будет построено два современных стадиона, на которых по окончанию соревнований будут тренироваться анапские команды. Игра выдалась напряженной. Уже на пятой минуте анапчане открыли счет, а через 10 минут закрепили успех. Единственный гол в ворота нашей команды произошел из-за досадной ошибки, забили в свои же ворота. Что, впрочем, не повлияло на итог игры. Во втором тайме, не оставив соперникам даже шанса на выигрыш, анапчане забили еще два мяча и завершили игру со счетом 4-1. Наша команда, конечно же, это новый состав, это не из прошлого года команда. И команда в основном сформирована из наших воспитанников детско-спортивных школ. Есть, конечно, и любители, которые и в прошлом году, и позапрошлом выступали за команду, которая по два была. И мы, конечно, ставим такие же задачи, играть хорошо, на перспективу. Сегодня вы видели, много было юных футболистов. У нас действительно очень растет хорошая смена. Молодые ребята, которые показывают прекрасный футбол, выигрывают на многих турнирах среди детей, юношей. И мы пойдем по этому пути, будем в дальнейшем формировать нашу команду из наших футболистов. Следующая игра в нашем городе состоится 15 мая. В 17 часов на стадионе «Спартак» встретится городской футбольный клуб «Анапа» и команда «Родина» из Калининского района. И продолжая тему спорта. 7 мая в «Анапе» пройдет традиционная открытая легкоатлетическая эстафета, посвященная 71-й годовщине Великой Победы. Ее организатором выступает Управление по физической культуре и спорту администрации. В эстафете примут участие команды школьников и студентов, жителей сельских округов, анапчане и гости курорта. Торжественное открытие пройдет 7 мая в 10 часов около стелы города воинской славы. Принять участие в мероприятии приглашаются все желающие. Генеральный партнер в программе новости. Производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300.